В ближайшие 10-15 минут поговорим об очень важной теме и не только для предпринимателей, но прежде всего для них, но в том числе для всех нас, потому что каждый из нас в какой-то момент занимается онлайн-переводами, в том числе в валюте. Это касается онлайн-оплаты. Это касается тех, кто собирается за границу, либо оплачивает какие-то товары. Каждый из нас так или иначе связан хотя бы раз в жизни за границей. Сегодня мы поговорим об этом с экспертами подобных вопросов. У нас в гостях Алена Эббингер, управляющая офисом банка «Солидарность» в Хабаровке. Здравствуйте. Ну и сразу вопрос. В первую очередь для тех людей, кто собирается выезжать, например, за границу, а что с собой брать? Потому что виза, мастер-карт не работают, карты МИР, по моему опыту, во Вьетнаме тоже не везде работают. А наличка запрещена. Ну почему нет? Наличку можно купить, но курс будет очень невыгодный в любом случае. Соответственно, у нас остается UnionPay, насколько я понимаю, и вот система МИР, которая работает в ограниченном количестве стран. Да, на данный момент времени самый простой и удобный способ расчета за границей – это карты платежной системы UnionPay. Наш банк как раз выпускает данные карты. Эти карты обслуживаются во многих странах мира. С них можно снимать денежные стрессы в банкоматах, можно расплачиваться в магазинах за товары и услуги. Конвертация будет по выгодному весьма курсу, по курсу UnionPay, и валюты той страны, в которой клиент будет находиться. Карты UnionPay наш банк выпускает в трех валютах – это рубли, юани и евро. На случай, чтобы избежать двойной конвертации, в зависимости от того, в какую страну клиент поедет. Карты мы выпускаем как простые – UnionPay Gold, так и премиальные – UnionPay Diamond. Это где бизнес-залы аэропортов? Да, да. Карты UnionPay Diamond – туда входит страхование выезжающих за границу, также это проходы в бизнес-залы и повышенный лимит снятия денежных средств, как в России, так и за границей. Я в свое время занялся оформлением UnionPay в другом банке, и меня поразила та сумма, которую мне пришлось заплатить за оформление. Честно говоря, очень приличная, просто за то, чтобы этот кусок пластика получить. Насколько сейчас вообще есть варианты хотя бы эту сумму снизить, чтобы она была не 15 тысяч, например, рублей, а значительно меньше? Тарифы на карты UnionPay у нас разные, в зависимости от того, какой клиент выберет тип продукта. То есть есть простые, есть премиальные карты UnionPay. Но, допустим, цена на самую простую карту, она будет моментальная, неименная, 2500 рублей в год за год. Карты премиальные и обычные, простые, они также повсеместно обслуживаются, то есть разницы нет. Я правильно понимаю, что с UnionPay я могу расплатиться везде, даже в США? Список стран нужно смотреть на сайте UnionPay, там есть определенный перечень стран, посмотреть можно на сайте UnionPay, а также можно посмотреть в телеграм-канале, ну и в интернет-сообщество. UnionPay, они как бы китайские, да? Да. Это китайские системы? Ну, соответственно, страна, если не дружественна с Китаем, а это вполне может быть, соответственно, скорее всего, там я не смогу рассматривать. Нет, 180 стран-то принимают, на самом деле. Я просто недавно из отпуска вернулся, нормально, все можно расплачиваться. Но дорого. Внутренний курс не всегда, действительно, внутренняя конвертация, она может быть двойная, тройная. Но вот вы знаете, одно дело наше, поехали, тут мы поняли, да, UnionPay наших банков может работать. Что касается сейчас потока из Китая, который будет как раз в нашу страну, потому что мы уже увидим, что границы открываются, что только новость пришла, что Си Цзиньпин даже в Москву прилетел, но он-то не будет рассчитываться какими-то картами. А что касается китайских граждан, которые приезжают сюда, они здесь как могут рассчитываться за покупки, за какие-то, или пока только наличка у них? Ну, UnionPay, эта система сейчас очень активно развивается на территории Российской Федерации, но не везде она представлена. Конечно же, самый привычный способ оплаты для китайских граждан, помимо карты UnionPay, это их электронный кошелек, то есть WeChat Pay и Alipay. То есть с помощью телефона они расплачиваются в Китае за товары и услуги. А у нас их все можно? Да, наша задача как раз сделать этот сервис доступным и на нашей территории, то есть чтобы они спокойно пришли в магазин, расплатили своим телефоном через WeChat Pay и Alipay. Наш банк как раз предлагает такую возможность, то есть предлагает такой платежный сервис с компаниями, которые обслуживают китайских граждан, китайских туристов, чтобы они принимали оплату за товары и услуги через WeChat Pay и Alipay. Ну, я понимаю, что всех людей, которые собираются отдыхать за границей, интересует вот как можно расплатиться. Но если для нас это дело отпуска, то для бизнеса это дело выживания. Соответственно, для них эта проблема гораздо более актуальная. Вот сейчас стало модно в регионе заниматься электронной коммерцией, причем предприниматели выходят на международные электронные площадки. И региональный центр поддержки экспорта создает аккаунты для наших предпринимателей вообще бесплатно. А вот каким образом компания потом расплачивается на этой площадке онлайн? Да. Данный сервис у нас доступен как для оффлайн, то есть для магазинов, так и для интернет-магазина. То есть кто-то принимает онлайн-оплату. Воспользоваться, то есть это очень просто. То есть у нас идет эта кассовая интеграция, либо интеграция с сайтом. Если это невозможно, то магазину выдается планшет, если сайт, то интеграция с сайтом. Клиент заходит на сайт, выбирает товар и услугу, выбирает способ оплаты WeChat Pay, либо Alipay, сканирует этот QR-код и происходит оплата. То есть он подтверждает транзакцию пин-кодом. Денежные средства в моменте списываются с его кошелька электронного WeChat Pay, либо Alipay в юанях. Юани конвертируются в рубли, рубли поступают на счет в нашем банке, мы уже зачисляем на расчетный счет компания. То есть такой очень грамотный обход санкций получается. Но что касается вот этих кошельков WeChat, Alipay, для наших коммерсантов это реально все становится. Вообще насколько тяжело завести такой платежный инструмент? Ну, подключение достаточно простое, удобное. То есть компания заключает договор с нашим банком, происходит интеграция. То есть, как уже сказала, это либо кассовая интеграция, либо планшет, либо интеграция с сайтом, настройка IT-систем и можно этим сервисом уже пользоваться. Ну, практически... Да, мы работаем с 2018 года с этим платежным сервисом. Опыт уже у банка есть, он достаточно успешный. Поэтому, кто в Хабаровске нуждается в этом сервисе, пожалуйста, приходите. Ну, не секрет, что нашу экономику решили уничтожить. Собственно, так оно декларируется, уничтожить экономику России. И как раз вот в основном действует, как я понимаю, через банковскую сферу. Прежде всего, отрубили SWIFT, да, вот обкладывают со всех сторон. Но при этом бизнес не может работать без кредитов. Вот кредиты для краевого бизнеса, для, прежде всего, мелкого и среднего предпринимательства, они остаются доступны? Конечно. Наш банк готов сотрудничать с бизнесом. Успешно и хорошо он работает с бизнесом. То есть у нас есть всевозможные кредитные продукты. Банк принимает также индивидуальные решения, индивидуальный подход к клиенту. Это что касается ставок процентных, тарифов, условий. Есть у нас также банк, так как работает с экспортерами и импортерами, то у нас есть непосредственные кредиты, направленные для этих направлений. То есть это кредитование и логистических операций, экспортно-импортных операций. Также банк осуществляет и кредитование под ключ, и логистические продукты кредитуют. Поэтому мы принимаем индивидуальный подход к клиентам, рассматриваем каждого клиента и готовы работать с бизнесом. Из-за чего я понимаю, что правительство Хабаровского края предоставляет свои какие-то гарантии для тех предпринимателей, которые обращаются к кредитным средствам? Да, конечно. Мы берем залоги, берем поручительство. Это гарантийный фонд. Поэтому кредиты с обеспечением гарантийного фонда мы тоже оформляем. И в завершении, примите участие в нашем интерактивном голосовании. Вы помните 90-е? Да. Вы еще молоды, конечно. Да, я помню 90-е. Но это было круто. Потому что песни до сих пор мы слушаем. Они волнуют нас, они интересны. Да, я вот когда подбирал, заметил, что вроде с 90-е годы песни они друг на друга похожи, но с другой стороны там была какая-то энергетика, вот которой сейчас, на мой взгляд, нет. Да, согласна. Спасибо. У нас в гостях была Алена Эббингер, управляющая офисом банка «Солидарность» Хабаровский.